И снова всем здравствуйте, с вами Техномакс, мы продолжаем The Planet Crafter. Небольшие изменения с прошлого раза. Во-первых, мы достигли этапа насекомые и движемся к этапу атмосфера. Это один из важнейших этапов, наверное, чуть ли не самый важный. Сейчас у нас растет и биомасса, и все остальное, в принципе, уже циферки поувеличились. Получили мы новое сообщение. Сообщение от Райли. Даже два сообщения. После нескольких месяцев напряженной работы, мне наконец удалось разобраться в процессе разблокировки Sentinel и разблокировать космическую торговую ракету в вашей системе. Обычно терраформеры не могут использовать это, но это должно вам помочь. Че-то летит. Шансы на выживание значительно повышаются при активации, но Sentinel почти никогда не разрешает это для Planet Crafters. Я не могу сказать, живы ли вы вообще или нет. Если бы мы только могли увидеть друг друга снова однажды. Блять, ну вот вы вопрямо прилетели, эй. А хотя это один прилетел. И это нужный астероид. Ну хорошо. Сейчас прочитаем второе сообщение, когда долетит. Это, по-моему, астероид с кварцем розовый. А вот теперь надо смотреть, где. Так и да, это кварц пульсирующий, который очень-очень нужен. Так, вот это надо поубирать. Тут теперь искать, блин, где вот кварц попадал. Ни хрена не видно что-то еще, чтобы было. Он не мог прилететь один. Это я точно знаю. Оно не прилетает по одному. Так, ты кто? Ты обыкновенный, плавай дальше. Блин, обычно кварц, если прилетает, то его прилетает несколько штук. А где остальное весь? Куда его стырили-то? А вот еще в другом озере, блин. Что-то его как-то раскидало, блин, туда-сюда. Но опять же, ну два кусочка прилететь не могло. Их должно быть, ну, минимум, наверное, штуки четыре-пять. Но не два. Короче, придется ждать, пока эти сраные каменюки поисчезают. Вот, можно будет тогда с большей уверенностью эти кварцы понаходить. В деревьях, блин, кварц застрял. Вообще охренеть. Кстати, может он и позастревал в деревьях? А я и не в курсах. Ну-ка, погодите-ка, есть у меня идейка. Чтобы убедиться, что это так, надо сделать вот так. Раз, два. То есть придется немножко заново вырастить деревья. Вот так вот сделать. Во. А то реально оно в ветвях деревьев-нибудь позастревало. Я его найти не могу. Ну, что это такое, три кварца на таком астероиде? Да быть того не может. Так, где этот кварц? Сюда уберем, у меня его нету, а он нужен. Продолжаем читать дальше корреспонденцию от Sentinel Corp. Наши датчики обнаружили, что условия на вашей планете должны позволять появлению диких личинок на поверхности. Используйте эти личинки в инкубаторе для разведения эндемичных видов пчел и бабочек. Эти виды необходимы для выполнения вашей миссии и ускорения процесса терраформирования. За вами пристально следят. Напоминаю вам, что вы не должны использовать устройство связи для связи с кем-либо, кроме Sentinel Corp. Ой, блин, я чувствую, вторая часть планеткрафтера будет про то, как мы будем защищать планету, которую мы с таким трудом пробудили к жизни. И будем защищать от Sentinel Corp, которая будет высаживаться на кораблях. Райли вот этот нам пришлет, скорее всего, чертежи оководья, оружия или турелей. Ну, это так, я фантазирую на вольную тему, скажем так. Так, тут немножко перестройка, потому что так надо, так удобнее будет гораздо. Так, иди сюда. Блин, вот эти пассажиры меня достали уже. Здесь, короче, я сделал вот так генераторы, так как они маленькие, я их спрятал, закупал с бабочками и купол с корой дерева. А вот это место освободил. Далее. Нифига ты, блин, акробат, елкой по перилам ползаешь. Надо их поразбирать. Отправить, так скажем, в бессрочное путешествие. Появилась новая кора дерева. Дерево хумилора, 250% прирост кислорода. Дерево аэмора, 400% коэффициент кислорода. Ну и остальное плюс-минус тоже, что и было. Так, тут тоже все то же самое. Еще. Появились рамочки для бабочек. И, собственно, сами бабочки появились тоже. Личинка бабочки нера, 600%, личинка бабочки фиоренте, тоже 600% и довольно красивая, на мой взгляд. Но это те, которые были, это бабочка пенга, вот так выглядит белая моль, бледная. И бабочка Азура, 120% самая первая. То есть, вот теперь можно вот такую коллекцию собирать. Так, ну, это было уже. Кстати, ракету я нашел, статуэтку ракеты, просто в одном из ящиков, просто когда лутался по миру. Там даже не золотой ящик был обычный. Так, надо съесть, выпить все. Так, что еще? Ну, кроме того, что добавили торговые ракеты, для которых, по-моему, нужен отдельный космодром. Да, космическая торговая ракета позволяет отправлять ракету в космос, чтобы получить терротокенс. Можно использовать для разблокировки новых рецептов и предметов. Вот, вот эту штуку надо построить. И еще. Сейчас. Тут еще открылась вот такая фигня. Открытая ферма. Вставьте в него семя овощей, чтобы вырастить несколько овощей. Ну, и открыл шелковый генератор, который делает ткань. Производит шелк. В принципе, это шелк для создания ткани. Ничего такого серьезного. Так, что по ракете вот этой? Три платы, стержни, ракетный двигатель. А двигатель-то есть? А двигатель-то как раз таки есть. Так, вот этот сплав, потом урановый стержень и три платы. Три платы. Теперь надо думать. Надо думать, куда эту хрень лепить. Потому что, ну, тут как бы ладно. Тут эта хрень по высоте платформы, она подходит. А вот эта по высоте платформы, она такая же? По-моему, нет. Да, она низенькая какая-то. Ну, в принципе... В принципе, вот место есть удобное для нее. Практически вот в самый раз то, что надо. Вот, можно сделать вот так. Такая маленькая ракетка. И тут ей ничего не будет мешать. Давайте смотреть. Ага. Токены Терра позволяют покупать предметы и чертежи. Некоторые предметы на вашей планете имеют ценность. Вставляете ценные предметы в ракету и отправляете ее в космос. Через определенное время ракета вернется, и вы получите жетоны Терры. Когда у вас будет достаточно жетонов, сможете выбрать предметы для покупки. Ага. Бля. Еще один летит. Тут у меня эти еще кирпичи не исчезли, уже новые летят, бля. Ага, то есть оно упало вот сюда, на скалу. И, да, я вижу, вот они есть местами кристаллы. Но, блин, опять же, до них хрен доберешься. Какому, блин, гению в голову пришлось делать камни вот эти, которые не исчезают сразу. И просто все заваливают нахрен. Зачем так было делать вообще? Бля, еще и базу завалило, ну охренительно. Те, блядь, короче, придется отсюда сейчас свалить. Ну, разве что, я не знаю, может быть, кварц поисчезает. Хотя не должен, по идее. Ладно, мы можем свалить отсюда. Хрен с ним, исчезнет так исчезнет. Главное, что кирпичи эти все поисчезают нахрен. Так, кстати, можно и скрафтить чего-нибудь. Собственно, так, где тут биоматериалы? Нужен мутаген, удобрение и личинка бабочки. Редкая, например. Поставим пока что исследоваться. Вот так. А что по поводу дерева Аймора? 400% мутаген, росток волну, скородерево. Блин, росток волну, а у меня он, по-моему, был. Так, вот это, вот это, вот это. А, мутаген еще картридж требует. Вот. А баклажаны мне, получается, и нафиг не нужны сейчас. Так, где там росток волну? Если я сюда зайти-то смогу, бля. Да какого лысого хрена, а? Вот почему так? Ладно. Тогда сейчас мы вот это пока сюда уберем, нафиг. Все. Пойдем сходим, сейчас покажу вам. Новая локация была добавлена. Правда, я не знаю, можно ли в нее сейчас войти. Где-то вот в этом месте, над песчаным водопадом, вот этим, где могильники, тут где-то должен быть проход в эту локацию. То ли вот здесь, то ли там. Там, по-моему, в пещеру. По-моему, вот здесь был проход. А, тут тоже пещера. Причем, пещера, по-моему, я в ней был. Сера. Ну, хорошо, сера нужна всегда. Тут такая пещера, она не то чтобы лабиринт. Тут как бы не особо запутанно, но чуть-чуть запутанно, кажется. Так, вот дальше проход сейчас. Я смотрю, чтобы ничего не пропустить. Опять разделяется. Тут как-то соединяется, разделяется на левый-правый. Жесть, конечно. Я собирал туда, вот, пульсирующий кварц тут есть. Как-то я его не собрал, может быть, место кончилось в прошлый раз. Тут был осмей и сера. Да, вот оно. Железо, которое я скидывал, чтобы собрать. А, и сундук пустой. Можно разобрать. Так, это обыкновенная, лежи дальше. Так, это кратер, кстати, который изменился до неузнаваемости. Теперь это озеро. Ну, давайте спустимся, посмотрим. Какие-то деревья растут. Правда, тут темно, капец. Даже фонарик особо не спасает. В принципе, металлы один хрен нужны. Блин, а где же... Ах, да. Я кое-что забыл. О, личинус необычный. Ну, ладно. Тут же есть на дне убежище. По-моему, мы в нем не были. Где-то оно тут было. А, вон оно. Тип же вот этот говорил, что я, говорит, в кратере построил убежище. Да, тут мы не были. Вот припасы кое-какие. Можно разобрать стол. Вообще, тут все затоплено начисто. Что-то светилки у него сломаны. Шкаф для хранения. Мы сейчас полезности заберем. Шкаф разберем. Так, это надо съесть. Это выпить, этим подышать. Сообщение. Я думал, что нашел идеальный метеоритный кратер, чтобы построить свою стартовую платформу. Но видимость тут ужасная. Я ничего не могу отправить отсюда. Я постараюсь сделать еще одну базу повыше на краю кратера. Где-то около, ну, цифры должно сработать. Надеюсь, что туман скоро рассеется. Ихлос. Год 3041. Это, опять же, база Ихлоса, который был возле нашей базы. Так, личинки. Это обычное. Это необычное. Заберем. Он где-то на краю кратера здесь построил, вон там, еще одно убежище. Можно в него сейчас сходить. И надо не забыть новую локацию вам показать. А, ну да. Сейчас мы сюда не сходим, потому что место кончилось. А тут еще разбирать и разбирать. Вот она у него база. Короче, я сейчас сгоняю обратно домой. Ага. Новый чертеж. Разбрасыватель. Серьмян деревьев. Т2. Т2 можно ставить уже на плоской земле, не обязательно на воде. Точнее, на воду оно и не ставится. Короче, я сгоняю на базу, все сброшу и вернусь. Так, получил новый чертеж. Личинка бабочки Шеврон. Ну, это хорошая бабочка, симпатичная. Так, ну тут вроде бы больше ничего не разбирается. Нифига, давайте посмотрим. Тут вроде я все повычищал. Полутался, пришлось пару раз даже бегать обратно на базу. Вот, куча железа, ящик. Сейчас посмотрим, чего вот еще есть. Еще парочка ящиков с всякими полезностями. Блин, места опять нету. Ну, короче, сейчас оптимизируем, посмотрим. Вот. Так, еще ход куда-то вниз там. Двери заклинившие, как обычно. Тут все попереклинивало начисто. Энергии давно нету. Куча колб. Ну, это колбы, которые для растений. Он тут чего-то выращивал, наверное. Давайте посмотрим внизу. Ага, пульсирующий кварц. Штука полезная. Как раз последний слот займет. И опять двери. И, бля, железо некуда складывать вообще. И пройти, блядь, нельзя. Гадство. Ладно, сейчас, короче, скину лишнее. Через руду, к сожалению, проходить тут не получается. Приходится изгаляться вот такими способами, блин. Еще сундук. Ну, короче, сюда не один раз придется возвращаться. Осмиевый жезл. Чрезвычайно концентрированный осмий. Штука нужная. Циолит можно взять, наверное, еще. Новая статуэтка. Золотая и новое сообщение. Что, если я застрял здесь навсегда? Я нашел достаточно льда, чтобы не умереть от жажды, и мой урожай становится все больше и больше. Я успешно установил источник энергии с несколькими солнечными панелями. И, по крайней мере, на данный момент, наконец, немного успокоился. Могу ли я провести всю свою жизнь в одиночестве? Вам нужна компания, чтобы жить? Я умру один. На этой планете есть что-то действительно странное. Я не могу сказать, что это такое, но чем больше времени я провожу здесь, тем больше мне хочется остаться. Бред какой-то. Ихлос, год 3041. Ну, этот бедняга Ихлос тут пытался всеми способами выжить. Давайте, наверное, вернусь сейчас, обратно все скину. Так, необычная личинка. Потому что места нету. Но есть еще какие-то двери. О, двигатели. Вот это очень полезно. Еще сообщение. Сколько дней я провел на этой планете, уже не могу сказать. Помнит ли все еще меня моя семья? Я так по ним скучаю. Сейчас я скучаю по всему, что не похоже на красные скалы. Кто-нибудь ждет меня дома? Есть ли у меня шанс выбраться отсюда? Я делаю все возможное, чтобы выжить. И у меня это получается все лучше и лучше. Может быть, кто-то придет на помощь? Может, они пришлют спасательную команду? Вряд ли кто-то будет искать нас. Искать меня. Ихлос 3041 год. Ну, с Ихлосом все было печально. Так. Обломки. И тут есть секретный ящик. В котором ничего особо полезного прям нет. Как бы... И все. Больше тут ничего нет. Как бы... Все. Эту базу мы полностью всю... Полутали, проверили. И да, это одно из мест, где Ихлос пытался как-то на этой планете выжить. Базы у него были возле нашей базы. Там за углом, за скалами я вам показывал. Мое маленькое такое убежище. Потом там рядом еще был рухнувший корабль в пустыне. Там была у него вторая база. Которая потом под воду ушла, когда вода появилась. Потом вот эта база в кратере у него. Первая, вторая внизу там. Но это еще не все базы Ихлоса. Он тут пытался выживать в любом доступном месте. Насколько я помню, у него там еще где-то база есть. Среди скал. Там, где вот грибная пещера, черно-белые скалы вот эти. Где-то там у него была база. Но сейчас мы вернемся к себе домой. Ну вот, мы вернулись. И тут столько всего надо сбрасывать. Это капец. Передевые стержни, электроники еще набрали. Железа уже очень много. Поэтому железо там полный ящик. Можно сбрасывать лишнее. Осмей. Осмей мне понадобится. Но так как ящик с осмием тоже забитый. То сбросим пока сюда в устройство. Также и суперсплав. Он тоже может еще понадобиться. Дерево солил 125%. Но это слабенько. Да, я поставил еще один ящик для бабочек отдельно. И пока бегал туда-сюда, тут скрафтировалось еще пара видов. Это бабочка Эмпалио 120%. И бабочка Лиани 175%. Они нужны, ну я так думаю, исключительно в эстетических целях. Потому что, кстати, одну пчелу можно было бы, ну по идее, туда под стекло. Потому что они дают мало процентов. Поэтому они для эстетики скорее больше, для коллекции. Делались они из самых простых личинок. Так, биомасса, образец бактерий. Надо мутаген. А, у меня нету первого этого. Да. Удобрение первого уровня. Сера, баклажан, водоросли. Баклажаны, серо, водоросли. Ну-ка. Да, надо еще водоросли и баклажаны. Ну, этим мы потом займемся. Так, где он мутаген и личинка. Возьмем редкую. Еще одну. Пускай краптица. Вот. Нужно убрать растения. Есть. Так, ты кто? Ты необычная. Пойдем со мной. Если хочешь жить. А сейчас мы, наверное, повесим бабочек на стенку еще парочку. Железо и ткань. Ну, этого добра навалом. Вот. Допустим. Можно здесь повесить их. Просто пониже. Эмпалио. Красная, яркая. Вот эта тоже прикольная, кстати. Белорозовая. Вот эта очень красивая. Как будто из космоса. Ну, вот коллекция уже подбирается. Кое-какая. Ах, да. Статуэтка. Антенна, которая заняла свое законное место на витрине. Я, правда, не знаю, мне понадобится вторая витрина или нет. В принципе, можно было бы и построить, если что. А еще. Так, красное растение у меня есть. А то тут, может быть, вот эти уже и лишние три банки. Так, я сохранился. И давайте-ка построим, наверное, фермы. Нам нужны уже фермы. И шелковый генератор тоже бы было прикольно сделать. Но у меня не хватает червей шелковых. У меня их вообще нет. Так, что там опять родилось? Опять пенга. Задолбала она. Это пенга, блин, черно-белая. Бабочка из старого телевизора. Так, что, открытая ферма. Удобрение нужно. Серобаклажаны водоросли. Ну, пойдем за водорослями. О, отлично. Удобрение Т2. Супер сплав. Вода. Ах, ну да. Тут же еще нужны две пчелы на каждую. Вот у меня две их как раз и есть. А что там пчелы требовали? Необычная личинка. Мутаген. И опять же удобрение. Тьфу, блин. Ладно, придется делать. Ищи че. Пчел. Так, бутылка воды. Супер сплав. Вода. Супер сплавы есть. Где там лишние были? Супер сплав. И вода у меня была не тут, а вот тут. Ну и сколько хлопот, сколько возни. Ну, сейчас у нас будет зато первый огород. Так, ты кто? Редко иди сюда. Надо подумать, куда бы поставить огороды. Вообще, вот здесь вот место как раз. Они тут сильно мешаться-то и не будут, я думаю. Надо только подумать, как это лучше поставить. Да вот так, наверное, лучше и поставить, как оно стояло. Во. Тут теперь есть пчелы. Водичка брызгает. И нужно чего-нибудь посадить. Так, ты кто? Обычно. О, редко еще она спряталась, блин. Под железкой. Давайте посадим. Да баклажаны посадим, блин. Баклажаны нужны капец. А еще освещение на базе, блин, скудноватое. Тут такие фонари, которые... Которые что-то, блин, вроде как светят, но как-то очень узконаправленно. Ну, вот сейчас тут будут выращивать пчелы на баклажаны. Хотя с точки зрения науки бред, конечно. Не только же пчелы опыляют. Бабочки тоже. Так, что тут выросла? Пчела, хорошо. Пчела одна есть еще. Так, необычная личинка, амитоген надо еще один. Да, надо еще пчелу. Тьфу, блин. Пчелу еще одну сделать. Вот. И можно будет построить тогда вторую грядку. Вот. Вот так и сюда грибы. Все, пускай грибут эти пчелы, эти грибы. А мы пойдем сейчас строить вот эти штуки. Разбрасыватели семян деревьев. Так, ты обычный, обычный. Это разобрать. А в них, кстати, тоже есть удобрение, что очень полезно. И что там по семенам деревьев? У меня деревья еще были. Так, что 25, 400 процентов аэмора и хумилора 250. Но возьмем аэмору еще одну. А вот теперь надо вот эту штуку ставить куда-нибудь так, чтобы она была немножко подальше, блин, от базы. Вот. Семена цветов. Ну, в принципе, это просто генерация кислорода. 325 кислорода, 43 растения. А тут 1900 кислорода и 175 растения. Естественно, что вот эта штука уже нафиг не упала. Ее можно разобрать. А, кстати, подсветочку мы сейчас вот тут вот сделаем, чтобы среди деревьев не терять, собственно, башни, в которых эти деревья генерируются. Блин, столько всего, это капец. Надо построить еще. Во-первых, сделать образцы бактерий. Еще немного, потом это сюда. Скинуть лишнее. Так, что там оно, воду не требовалось. Да нет. Здесь ничего. Здесь тоже ничего. Пум-пум-пум. Сейчас пойдем, получается, разберем вот это. А вот они такие зонтичные деревья. Я думаю, они хорошо от дождя должны защищать. Так, это здесь. Потом одну поставим куда-нибудь сюда. Есть у нас еще Аймора. Четырехсотпроцентная. Вот. Потом надо разобрать, получается, еще. Так, он еще есть. А удобрение это два надо. Можно разобрать еще растения, которые генератор. Вот этот. Надеюсь, места у меня хватит. Да, хватило. И даже можно светильник разобрать. Вот. Ну вот, кстати, дерево Аймора мы можем еще скрафтить. С помощью мутагена. Мутаген даже есть. А делается оно... Мутаген дерева и росток волну. Вот. Пока здесь крафтится. Сейчас пойдем, во-первых, еще возьмем коры, которая начинает заканчиваться. И пойдем поставим еще раз пространитель семян деревьев. Только надо цветочную убрать. Ага, удобрения повыпадали. Вообще зашибись. Ладно, пускай стоит пока. Тут лес сейчас кругом будет. Вот эти вот штуки, они на большем расстоянии от себя выращивают деревья. Поэтому я их ставлю на таком расстоянии, довольно большом. Иначе тут потом хрен пройдешь. Место. Опять нет места. Да, бля, опять что-то летит. Это осмий, что ли, летит, который синий? Да так быстро летит, кстати. По-моему, это осмий. Бах! Чуть не снес мне вышку нахрен с деревьями. Э-э-э-э. А куда еще-то? Больше не надо. Мне не надо столько осмия сейчас. Звучало. Я осмеливаю жезлы делать еще не умею. Отстаньте. Бля, бля, бля. Ну-ка дерево там. Нет, дерево еще делается. Так, мотаген, мотаген требовал сферный метан. Никого и другого нет. Блин, я уже растерянный весь бегаю. Не знаю, за что хвататься. Ага, это лишнее поубирали. Нужно еще убрать вот этот распространитель. Бля, сколько всего убирать? И, кстати, с чего там делалось удобрение второго уровня? Надо посмотреть статистику. И уже, наверное, придется скоро заканчивать. И так, времени, блин, прошло. Так, с чего там делать удобрение? А, водоросли, кабачки и метан. Так, ладно, это можно пока сожрать, выпить. Убираем. Что там у нас? Дерево есть, аэмора. Блин, так, серо убираем. Бля, еще личинки не убрал. Вот так. Очень много сюда предстояло бегать, как я и говорил. Приходится носиться теперь. Поэтому очень хорошо, что... Да, блин. Что биолаборатория стоит прямо вот рядом. Кабачки. Бля, помнится, нужны, да? Баклажаны. Ну, так, что-то растет, начинает вокруг. Личинку отдув брать. С этими жучками мы потом разберемся. Я еще попробую покрафтить бабочек этих разных. Ну да, растет медленно, но растет. О! Поперло. Биомасса, растения. Но нужно еще ставить распространители семян деревьев. Потому что, ну, тупо не хватает. Мало кислорода, надо бы побольше. Короче, блин. Развитие многоплановое, широкое во все стороны. Прямо развиваться, не переразвиваться вот еще. Короче, что я предлагаю пока что на этом закончить. Я еще поставлю здесь деревья, распространители семян, чтобы кислород набирался быстрее. А, в принципе, на этом мы с вами и закончим. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был The Planet Crafter. Всем до новых встреч, всем пока.